Мария Гаврилюк У меня так получилось, что дополнительным предметом у меня стал орган, и я уже обратила на него, так сказать, большее внимание. Орган все-таки довольно неординарный инструмент, то есть не так часто встречающийся у нас. Для России все-таки орган уже известен с 19 века, и поэтому, мне кажется, до сих пор люди еще воспринимают как экзотический какой-то инструмент, поэтому им интересно ходить на органные концерты. Большая разница есть между фортепиано и органом все-таки, потому что орган может также очень тихо и очень громко играть, как я уже говорила. То есть надо разбираться еще и в регистрах, надо разбираться в каких-то приспособлениях. На фортепиано просто существует клавиатура и три педали там чаще всего, а в органе у меня, например, три мануала, педаль, потом у меня комбинации, регистры, с этим надо всем управляться. На органе физически сложнее играть, потому что особенно на механических инструментах у нас, например, есть тяжелая копола, когда соединяется второй мануал с первым мануалом, и делается физически тяжело нажимать на клавишу. Поэтому если вы слышите, что орган звучит громко, то знайте, что органисту тяжело играть. Мне нравится то, что можно играть разную музыку, то есть можно играть и транскрипции, делать самой транскрипции для органа. Можно не только органные произведения играть, но и, например, мне нравились какие-то симфонии, я их могу переложить на орган сама по себе и сыграть. То есть орган – это оркестр, с ним можно делать все, что угодно, играть и тихую музыку, и громкую, и грустную, и веселую, поэтому мультиинструмент.